Своё сообщение я хотел бы посвятить в светлой памяти Татьяны Яковлевой Заженковой. И сразу хочу отметить, что я не специалист по ведийскому языку и по ведам, и со всей ответственностью понимаю, насколько это сложный предмет, но с другой стороны, все мои эндологи неизбежно выходим за рамки своего узкого предмета и неизбежно обращаемся к разным периодам, к разным текстам. В частности, в сферу моих интересов входит изучение комментаторской традиции в Индии. И тут возникает вопрос, можем ли мы доверять, а если можем, то насколько в традиционном комментарии. И однозначного ответа, конечно, здесь нет, особенно если речь идёт о ведийских текстах. Я уже несколько раз ставил этот вопрос на конференции. В частности, мы имеем, например, ведийский словарь Ниганту, но совершенно не понимаем, как им пользоваться. Или, к примеру, имеем одно из первых толкований, их научных, лигведы, Танирук Таяски. Но, опять же, ни один серьёзный учёный не может принять данный текст как достоверное толкование. И, да, но с другой стороны, мы имеем вот такие тексты, как, например, комментарий Сайна. Мы, конечно, понимаем, что это XIV век, это Южная Индия, и когда веды составлялись, а когда писался с комментарий. Но это, скажем так, научная работа совершенно иного типа. Потому что мы видим в комментариях Сайна, я сейчас не беру вопрос, был это один человек или это была целая школа. Мы сталкиваемся с колоссальной эрудицией, с научным, реально, подходом, и вот как быть с такого рода текстами. С Татьяной Яковлевной мы не раз этот вопрос обсуждали. И, в общем, не раз и она говорила, что нужно очень аккуратно пользоваться комментариями. И вот для Татьяны Яковлевны и для многих ведологов вот можно сформулировать вот такой, как бы, принцип, которым они пользовались. То есть, что ни в коем случае в ведейские тексты нельзя привносить то, что отсутствует в тексте. И я всецело согласен в том, что касается Ригведы. Поскольку это особый текст, и вот те, скажем, мифы ритуальные, практики, комментарии, которые складывались столетиями, они, конечно, могут далеко вводить от изначального текста. Но насчет Адхарваведы я бы так не сказал, поскольку Адхарваведы – это все-таки особенный текст, это книга заговоров. И я думаю, по крайней мере, я высказываю предположение, что вот эта магическая практика употребления речи для лечения, она изначально сопровождалась какими-то манипуляциями, какими-то действиями с амулетами, оберегами, с применением средств. И мы просто вынуждены обращаться к традиции, чтобы выяснить, а что там вообще творилось, когда эти заговоры произносились. И особенно это касается заговоров, из содержания которых даже непонятно, а на что он направлен. И у нас нет никаких других средств выяснить. Вот мой доклад получился достаточно случайно. При чтении некоторых заговоров из Адхарваведы у меня как-то естественно возникали некоторые вопросы, ответы на которые я не нашел ни в одном из доступных мне комментариев или переводов. И, к своему удивлению, я нашел некоторые, по крайней мере, вопросы, ответы в традиционном комментарии сайны. Да, причем переводчики, по крайней мере, многие использовали, например, Каушик и Сутру, комментарии к ней, та же комментария сайны. Да, но почему-то они использовали как-то очень выборочно. Вот и некоторыми соображениями я хотел бы поделиться. У меня в распоряжении было 4 перевода. Это перевод Ральфа Гриффита, Морриса Блюмфельда, Уильяма Гуайта Витни и Татьяны Яковлевны Лизаренковой. Но вот по комментариям, я по сноскам нашел, что вот этого гимна 1-2 существует более 10 переводов. Но, к сожалению, не все были доступны мне. Но в этом ничего страшного нет, поскольку все переводы, выполненные до 1905 года, были учтены Уитни, а поздние переводы все были учтены Татьяны Яковлевны. Поэтому, в общем, такая объемная картина у меня сложилась. С одной стороны. С другой стороны, вот тоже замечу, что вот, несмотря на множество переводов, особых таких вот принципиальных различий между ними нет. Так, теперь перейдем к самому тексту. Но начнем мы не с заговора 1-2, а кратко рассмотрим заговор, который идет в следующем после заговора 1-1. Ой, 1-2, это 1-3 заговор. И это тот случай, когда заговор примечательен тем, что из самого содержания заговора совершенно очевидно его применение. Заговор состоит из 9 стров, и 5 из них практически идентичны, меняется только имя божества. Вот, мы знаем отца тростника, порджанию 100 мужественного, этим я сотворю благо, этим, в смысле, тростником, я сотворю благо твоему телу, на земле да будет твое возлияние, на оружие из тебя, ну, тут употреблено звукоподражательное в санскрите баль, да что-то вроде буль. Ну, вот эти, я кто-то немножко иначе перевел. Вот. Далее, да, и далее 4 страфы, вот, просто заменяется имя божества. Мы знаем отца тростника Митру, Варуну, Чандру, Сурью и так далее. Ну, порджание здесь назван первым, и как мы увидим в гимне 1-2, имеется в виду, скорее всего, Индра, как бог дождя. Ну, он отец тростника, назван, поскольку орошает землю и дает рост тростнику. А как бог, он повелевает водами и, соответственно, здесь призывается, упоминается для успешного лечения проблем в мочеиспускании. Вот. Почему другие боги называются? Ну, вот я могу вспомнить такое общее место для, характерное место для Ригведы, где какое-нибудь божество может именоваться, ему могут даваться имена других божеств для возвеличивания, восхваления, ну, что-то вроде эпитетов получается новых. Вот характерный гимн 2-1, посвященный Агни, там обращаются к Агни, О, Агни, и дальше пошло. Ты и Индра, и Вишну, и Брахманаспати, и Митра, и Ариаман, и Рудра, и Маруты, даже ты. Вот. И возможно, что вот в таком смысле, как бы, этими именами подсказляется тот же Парджане, он же Индра. Так. Что еще? Да. Значит, эти 5 строф идут с одним и тем же рефреном. Вот. Сотворю благо твоему телу, на земле будет твоего влияния, наружу, из тебя. А последние 4 строфы тоже однотипны, и тоже с рефреном, где еще конкретнее говорится о назначении заговора. Но я только процитирую последнюю самую, последнюю строфу. Как стрела улетает, выпущенная из лука, вот так пусть освободится твоя моча, наружу буль. Значит, Татьяна Яковлевна, да, ну, видно, очевидно, для чего я применялся этот заговор. Татьяна Яковлевна называет заговор против задержания мочи с тростником. Ну, очевидно, следуя переводу вытяни, у него точно так же называют этот гимн. Не очень ясна функция тростника, санскритская щара. Надо сказать, что... Да, который можно понять, как гидрости, как стрела. Надо сказать, что в Атхаровиде не так часто это слово употребляется. Оно встречается всего в 4 гимнах, заговорах, 9 раз. Причем 7 раз, вот, в гимнах 1, 2, 1, 3. Уитни и Татьяна Яковлевна делают предположение, что тростник мог использоваться древними лекарями в качестве примитивного катетера. Ну, посмотрим, что у Сайна написано. Ну, Сайна, во-первых, расширительно понимает данный заговор, как излещивающие еще и запоры. Мутро пауриша неродха. Вот, а Ашара, он понимает, как стрела, и добавляет, что стрела используется, вот, там не очень понятно, как это делается, ну и слава богу, да, вот, как-то для проникновения в мочевой канал. То есть какая-то хирургическая операция, мутро-наловидарена. Вот, еще какой-то странный металлический инструмент употребляет, который вместе вот с стрелой используется, но значение непонятно. Теперь перейдем к заговору 1-2. Значит, Ральф Гриффит объясняет его, как заговор от диареи. Блумфельд о чрезмерных истечениях. Уитни от ранений и болезней. Ну, и Татьяна Яковлевна, в основном, она следует трактовке Уитни. Правда, в комментариях и Блумфельд, и Уитни пишут, что, согласно Каушеку Сутри и их комментариям, данный заговор двойного назначения. Сейчас к нему перейдем, он маленький. Действует как военный заговор, сам Грамика, поражение вражескими стрелами, а также используется для лечения диареи. Вот как описывает Сайна, это в преамбуле к этому заговору действия данного заговора. Значит, первая часть он описывает, связанную с воинскими обрядами. Значит, там совершаются какие-то определенные манипуляции с луком и стрелами, обрядовые. После чего враги, лишь завидев воинов, спасаются бегством. Еще обряд дает неуязвимость. Что касается болезни, то по Сайне заговор должен лечить от дизентерии, джевара-тисара, недержания отимутра и язвенных истечений. На диеврана, ну, может быть, имеется в виду не только язвы, но и раны, полученные от вражеских стрел, к примеру. К пациенту привязывается веревка, сплетенная из верхушек травы мунжи. Как привязывается, это не сказано. И явно тут используется в качестве некоего амулета. Затем дается вот такое странное питье, приготовленное из какой-то глины с поля, к шетрам ритика, и глины из муравейника. Ну, вот интересно, в Каушек-Иссуте говорится, что данный заговор используется вместе с заговором от истечений, это 2-3. И там мы находим муравьев. Муравьи извлекают лекарство из океана, это лекарство от истечения, ведь оно заставило болезнь успокоиться. Ну, это тоже установленный факт, что, в общем, с древних времен, в разных традициях уцелительства муравьиная кислота использовалась как антисептик. Затем у пациента смазывают топливным маслом и вот как что-то странное делают, значит, обдувают место истечения, тоже странной штукой, но похоже на вот такие кузнечные меха. Вот, зачем-то это нужно делать. Вот. Заговор 1-2 не отличается единством содержания, как отмечает Татьяна Яковлевна. Это действительно так. Первую штрафу можно понять, как такую вводную, вторая, третья, скорее всего, связана вот с этими воинскими обрядами и только последняя, связанная штрафа с извлечением. Давайте посмотрим первую штрафу. Вот. Мы знаем отца тростника Паджанью, обильно насыщающего. Затем знаем хорошо и его мать, землю обильную обликами. Совершенно очевидно, здесь перекличка с гимном 1-3, про который я то, что говорил. То есть зачем фактически совпадает. Меняется только эпитет Паджани. Там он был у нас 100-сильный, а здесь обильно насыщающий. Да, и появляется еще мать. Ну, трактуется, вот, мать-отец, тут исследовать именно так. Ну, вот Паджани, да, он дает воду, соответственно, дает жизнь растениям, в частности, стрелиям. А мать, естественно, она прародительница всех растений и, соответственно, порождает стрелу же. Вот, дальше начинается что-то странное. Вот уже со вторым будут у нас проблемы. Значит, исследователь и Татьяна Яковлевна переводят следующим образом. Значит, строфа начинается с обращения к тетиве Джака. «О, тетива, отклонись от нас, камнем сделая тело, крепкое убери подальше скупцов и ненавистников». Ну, вот тут сразу возникают проблемы. Значит, если обращаются к тетиве, чтобы она отклонилась от нас и, собственно, не дала выстрелить, попасть над стрелом, то это явно обращение к вражеской тетиве, не к своей же. И комментаторы, кстати, так трактуют, что зачем ей отклоняться мимо нас, чтобы в нас что-то не попало. Да, но здесь-то сказано «тетива». Может быть, имеется в виду, что как-то с наоборот? Я не знаю, что имеется в виду, но трактовка такая, что это имеется в виду вражеская тетива. Чтобы она как-то себя неправильно вела, чтобы в нас вражеские стрелы не попали. Да, но дальше идет еще два императива, там крит-дги и апа-а крит-хи, сделай и там, и устрани. То есть, получается, это тоже обращение к тетиве. Но зачем обращаться к вражеской тетиве, просить ее сделать камнем мое тело, чтобы меня не пробивали стрелы. И зачем ее просить убрать каких-то скупцов и ненавистников? Вот с этим сейчас разберемся. Ну, вот Сайна совершенно иначе трактует данный гимн. Во-первых, он обращает внимание на суффикс «ка» у тетивы. «Джья» нормально без этого суффикса употребляется слово. И он отмечает, что суффикс «ка» часто, уменьшительный суффикс «ка» часто употребляется для выражения пренебрежения. Это действительно так. И если это у нас тетива вражеская, то вполне логично выражение пренебрежения к ней. А вот дальше он говорит, что так как весь гимн, вернее, заговор в целом посвящен Индре, то два оставшихся императива нужно трактовать как обращение к Индре. И тогда все становится свое место. Значит, вторая строчка трактуется как «О, Индра, сделай камнем наше тело, которое непробиваемо будет». И дальше «Виду» он тоже трактует как имя деятеля. Здесь, видите, непонятно, оно мужского или женского рода, так как у нас совпадает, будет окончание. Но «Виды» трактует как глагол «Видаете», глагольное образование «Видаете» это что-то вроде как вводить восстолбенение с тамбака. А кого он будет восстолбенение Индра? Вражеское войско. Значит, ты вот такой могущий ввести восстолбенение вражеское войско, значит, убери подальше кого. Вот Уитни и Татьяна Яковлевна почему-то трактуют это о рати как какие-то скупцы. Ну, хотя и в санскрите это слово употребляется как враг. Единственное, здесь мне непонятно окончание вот аратих Сайна его трактует как акузатив множественного мужского рода. Почему-то. Вот я не знаю, возможно это в едийском языке или в детстве. Это все-таки окончание женского, да? Да. Ну, в общем, он трактует как убери, устрани, значит, арати врагов, врагов, а две шамси слово среднего рода оно, конечно, может употребляться в значении враг, но Асайна трактует как это то, что производит где-то те враги. То есть, вот эти ненавистые, нехорошие, неприятные дела. То есть, устрани врагов и то, что они вот для нас неприятное делают. Тоже добавляя союз Ча, как и вот Татьяна Яковлевна добавила И. Так, и рассмотрим следующую страфу, тоже она примечательна. Вот, когда ремни, обнимая дерево, успевают выпущенную умелую стрелу, отведи от нас стрелу и выстрел о Индра. Вот Индра тут действительно появляется. И к нему обращаются в императиве. Значит, слово ремни это Татьяна Яковлевна и не только она, тут в разном переводит. Переводит слово гавах, коровы. Ну, действительно, и у Уитни есть несколько указаний на места в Регведе, где вот коровы, там, привязанные к дереву, вот, так, метафорически употребляются, как вот аллегория лука. дерево, собственно, дуга лука, а вот корова на привязи, это, собственно, тетива. Но, почему-то, они не замечают ссылку, которую дает Саин, замечает тут совершенно, на Регведе 1027, и это, как раз, Гинг Индри, и что мы там видим, там, замечательный совершенно образ, мочит корова, привязанная к каждому дереву, а оттуда взлетают птицы, прожирающие людей. То есть, образ, значит, коровы, привязанных к дереву, это тетива, она замычала, напугала птиц, птицы взлетели, а птицы, это как вылетающие стрелы. Вот. И все трактуют, и Саина, и все переводчики, и такие, что это вот метафора, такая, лука и стрелы. И еще интересная вещь, вот тут выделено, видно, видно, на курсивом, рибгум, дидьем и шарум, все имена на у. Ну, а на у, это, в общем, не обязательно будут существительны, это могут именно действия образовываться, этим суффиксом у, и Саина все эти слова трактует, как определение к шара, к стреле. И вот, когда обнимая дерево спает выпущенным, ну, умелые, тоже сомнительно, рибгумелые, но к стреле как-то не очень понятно, Саина трактует как к сверкающему. А вот шару совершенно четко мы можем трактовать как определением к стреле, это традиционная этибология, и шара, и шару от корня шарьи вредить, то есть шара стрела, шару какая, разящая. Вот, и дидьё, ну, тут прослеживается корень, ну, дью, див, то есть сияющую, и добавок, дидьё, слово, вот упомянутым мной словаре ниганту, причисляется как одно из имен или синонимов или определения ваджжи, ваджжи-индры. Так, а, да, ещё саяна даёт даёт комментарий вот к этому месту, что вот в обычной жизни можно наблюдать, как в жару коровы прячутся под деревьями, прячутся в тень под деревьями и как бы обнимают эти деревья. И ещё он видит тот эротический контекст, тот текст, вернее, что вот, значит, корова женского рода дерева мужского, и вот как женщина обнимает мужчину, так вот корова обнимает дерево. Дочью фантазию тоже сатаниней было хорошо. Да, ну и последняя астрофа. Последняя астрофа, в ней больших сложностей нет, но вот здесь представляет сложность трактовка слова бамбук, и у Татьяны Яковлевны знак вопроса и поставлен. Значит, как стоит бамбук между небом и землёй, то есть пусть станет трава мунжа между болезнью и стечением. Ну, вот Тэджина бамбук, оно может подниматься и как стрела, и даже как наконечник копья, но надо сказать, даже Сайена указывает, что это бамбук. И там странное пояснение, что вот бамбук очень высоко растёт и как бы разделяет небо и землю, не очень понятно. Но становится понятно, вот когда произносится фраза «Так пусть станет эта трава мунжа между болезнью и истечением». Тут очевидно представление о том, что болезнь это некая такая, скажем так, незримая субстанция, а вот истечение это как бы результат действия этой болезни. И вот этот ритуальный амулет верёвки из травы мунжи, она символизирует отделение результата, то есть то, что производит нехорошие последствия болезни, и сама болезнь как вот некая мистическая субстанция. А образ, бамбук растущий может быть между небом и землей, если стрела может летящая как рассекающая между небом и землей, это уже нам, к сожалению, узнать не получится. И последнее, прошу обратить внимание, вот насколько похоже по своей структуре концовка следующего гимна 1-3, который от проблем с мочеиспусканием, и последнее эпстрофа 1-2, которая от обратного лечит. Вот как стоит бамбук между небом, так и пусть станет травом как стрела улетает, вот так пути освободится моча. То есть вот ровно по одной и той же схеме действуют два гимна, два заговора. И последнее, что хотел бы сказать, на что не очень обращают внимание, это о месте положения данных двух заговоров от Харвавиди. Вот по номерации они идут как второй и третий. Но если мы посмотрим на гимн номер 1, это вообще-то не очень-то заговор, это обращение к Богу речи. И выглядело как такое общее эпиграф ко всей от Харвавиди. То есть это еще не заговор. А собственно заговоры начинаются с гимна заговоров 2 и 3. И они связаны совершенно очевидно с исходными болезнями. то есть гимн 1-2 это на самом деле первый заговор в от Харвавиде. А в начале текстов такого рода мы знаем обычно что-то очень важное. И мое предположение, что именно вот эти два гимна появились в самом начале от Харвавиды, поскольку ну наверное если мы спросим какого-нибудь индийского лекаря, он скажет, что вот такого типа болезни наверное самые распространенные в Индии, которыми все в той или иной мере когда-нибудь страдали или пострадают. Спасибо за внимание. Большое спасибо. Наверное у нас есть время для очень коротких вопросов. Есть такие коротких ответов. У меня нет вопросов. Сибирьский ячерк не получил это благодарность как интересующихся ведом тоже познавательных для нас. Спасибо большое.